Всем привет! У нас с вами проблема. У всех у нас. Карантин продлили. Еще не сто процентов, но уже, что его продлили. Поэтому, что бы еще поделать на карантине? Я не знаю. Пафосная кица, пожалуйста, это же та самая пафосная кица. Расскажите нам, как столько лет вы живете в самоизоляции? Пафосная кица, ну пожалуйста, дайте хотя бы фрагмент маленького интервью, но хотя бы один вопрос. Извините, но единственное, что нам показали, это вот это. Не обращайте внимания на мое красное лицо. Мне настолько делать было нечего, что я решила заняться этим. Карантина становилась больше. Проблемы от этого становились не меньше. Сейчас 8 утра. Я только что проснулась. Утро нужно начинать с водички. Воду пить, воду пить, воду надо пить. А как насчет попы? Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день. Пока я никого не трогала и пила водичку, кот что-то потрогал. Что ты сюда принес и пытаешься есть? Кица, что ты жрешь? Почему ты, когда я пришла, делаешь вид, что ты не жрешь? Все же видят, что ты жрешь. Блин, это какой-то кусок туалетной бумаги. Я вообще не знаю, где ты это нашел. Что за кусок пенопласта? Дорогие друзья, официально мы все сходим с ума и кот тоже. На самом деле, дорогие мои друзья, день у меня сегодня достаточно амбициозный. Насколько он может быть амбициозным во время карантина. Бесконечного карантина. Краска для волос. Скорее всего, вы уже догадались, но если вдруг почему-то еще не догадались, я хочу покрасить волосы. Есть вещи, которые были лишними. Например, песня про попу и также покрасить волосы. Здесь, когда я красила волосы в розовом, мои волосы были осветлены. Я думаю, это понятно. Здесь они не осветлены. Сейчас посмотрим, как краска ляжет на то, что не осветлено. Что мертвой умереть не может, так говорил один очень великий человек. Поэтому давайте. Я вспомнила, что мне вчера посоветовали посмотреть одно очень интересное видео. Я вчера не посмотрела, вспомнила сейчас, поэтому давайте посмотрим, что мне посоветовали. Называется смерть моего друга пчелы. Так, ладно, я поняла. Это обзор на смерть друга пчелы. Это не смешно, это грустно. Не снимайте обзор на смерть ваших друзей мух, пчел, жуков, саранчу и скалопендру. Особенно на скалопендру. Я вчера очень намучилась с вонючей скалопендрой. Я расскажу вам позднее про скалопендру. Я все еще намерена красить волосы. У меня уже был опыт самостоятельного окрашивания, поэтому у меня просто нет права на провал. На всякий случай уточню, что хочет от меня инструкция. Надо переодеться, не хотела бы я вот эту кофту запачкать. Ну, конечно же, я мерила на глаз, а чего еще от меня ожидать-то можно было? В карантине страдаем не только мы, но также вот это. Раньше это была расческа. Теперь это две части, а одного не целого. Как видите, у меня своя технология. Надеюсь, она вообще перекроет мои корни, иначе хреново будет. Блин, хрен знает, что делать дальше, потому что я намазала, типа, корни себе, даже побольше, погуще на них сейчас нанесу краски. Но что делать с основной длиной? Нужно ли как-то сейчас распределить по этой длине, по всему, или так оставить? Я не понимаю, блин. А, подскажите. Сделала вот так. Не просто же так тут расческа, правильно? Ё-моё, я забыла перчатки надеть. Вот тупица. У меня же в комплекте были перчатки, а я просто про них забыла. Плюс перчатки, минус руки. Блин, один только бог знает, и тот не знает, что я делаю. Кажется, моим рукам... Конец. Был ли момент, когда на видео я выглядела еще прекраснее, чем сегодня? Хороший парень с тюбкой на этом на голове. Я покажу вам стремность. И стремность это не про то, что находится на этом рабочем столе. Она про то, что здесь. Это волосы. Это волосы с моей головы, они все выпали. Поэтому я заказала себе комплект для домашнего наращивания волос. Я не уверена, что я хочу снимать про это видео, и что я хочу так сильно опозориться. Но если вы хотите, то ставьте лайк. Потому что... Почему кому-то Пейтону ставят по 2 миллиона лайков? А если вам бананчика покажу, вы лайк поставите? Также, если хотите видеть, как я делаю наращивание волос, ставьте. Это куча кровоточек розовым цветом кишков. Почему-то сейчас на моей голове совершенно не выглядит так, как будто корни взялись. Зачем у меня довел карантин? Я перед сном заказываю себе бургач, енбургач, смотрю аниме и... и... и вот. Теперь я хочу есть блины. А теперь, дамы и господа, ваши ставки. Пишите, получится ли у меня покрасить свои волосы или волосам... А они, блин, стали рыжие. Они нихрена не розовые. Это точно рыжий цвет. Писос. Пиздосий. Пиздосий, друзья. Пиздосий полный. Ля, я думала, что просто оно ляжет на корни, типа, розовым цветом. И корни будут такие, типа, темно-розовые, а здесь будет светло-розовый. Такой вообще, типа, а-ля градиента красиво. А-а-а! Понимаете, они просто рыжие. Они просто тупо рыжие. Это вообще суперочевидно. Надо спасать ситуацию. Я не паникую. Я абсолютно не паникую, не паникуем, не паникуем. Это всяко лучше, чем то, что я рассчитывала увидеть. Ля, смотри на тебя в эту камеру, я просто в шоке. Это выглядит ужасно, блин. Пожалуйста, пусть японский шампунь спасет ситуацию. Потому что только это выглядит сейчас, меня устраивает. Если останется так, то будет очень хорошо. Просто перекрой, пожалуйста, эту розовую хрень, рыжую, непонятную. А вот сейчас уже реально стрёмно становится. У меня, походу, ходит мне с рыжими корнями. И, походу, это была очень тупая идея. Может, не стоило все-таки заказывать комплект для наращивания волос-то. Врать не буду. Дела плохи. Есть только три вещи, которые могут меня сейчас успокоить. Вещь номер один. Вещь номер два. И вещь номер три. Блинчики. Сверхтяжелая артиллерия. Ей воспользуемся позднее. Момент истины. Так сказать, палка истины. Конечный результат. Это цвет волос. Волос. Это цвет корней. Это цвет непонятного цвета волос, цвета корней. А это розовый. А это я. А это расческа. И все, что от нее осталось. Это ситуация мармарис. Пока это все еще не ситуация Карамбэйби, все нормально. Но, вы знаете, если бы это была ситуация Карамбэйби, я бы сняла видео. Во всем надо искать позитив, не так ли? Поэтому, если произойдет ситуация Карамбэйби, и мои волосы все просто вылезут, и придется бриться на лосо, то я сниму видео, живу 24 часа как Карамбэйби. Но пока я все еще Машка, а не Каренджан. Котик, хватит нюхать мой котик. Не нюхай. Просто я только что заметила, что пока я все это делала, я еще и ноготь облупила. Ну, прекрасно, что? Пойдемте ноготь переделывать. Я сделаю эти вонючие блинчики уже сегодня, или я не поем? Ну, щутки с шутками, но недавно я думала о том, что я чертова ведьма. Потому что ровно перед тем, как выйти на карантин, черт меня дернул перекрасить мои блондинистые волосы. Меня что-то дернуло перекрасить волосы, и сделать вот эти волосы темнее, эти волосы светлее. И вы просто прикиньте, какой я ссаный лакирок. Потому что если бы я этого не сделала, у меня бы сейчас были бы ужасно темные брови на фоне ужасно светлых волос. Темные корни волос. И это было бы просто пипец. А прикиньте, если я еще бы решила их покрасить. Я вот чувствую, вот реально тогда была бы ситуация хэштег Карамбэйби. Если что, я очень люблю Кариночку. Передайте Кариночке, что я ее люблю. С Машей у нас есть ребенок. Хотите, я покажу нашего ребенка с Машей? Это наш ребенок с Машей. Я храню его здесь. Однажды мы встретимся с ней, и этот разделенный ребенок, который сейчас остался на стороне отца, то есть на моей стороне, будет еще и на стороне матери. Парички. Как хорошо, что у меня много паричков. Это, кстати, возможно, не то, что вы подумали. Если вы подумали, что это то самое. Это заколочка такая. Я не знаю, почему она вообще здесь снова лежит. Видимо, я ходила и издевалась. Давайте походим, поиздеваемся над людьми этой штукой. Что за херня происходит? Эй, не тычь в ковру! Котик, я не уверена, что хорошо, что ты это нюхаешь. Я, в общем-то, без понятия, в чем был смысл того, что вы только что увидели. И какой реакции от животных и людей я ждала. Я хотела сделать, типа, такое видео, что я стою, и мои волосы разлетаются, и все так красиво. И я такая красивая, а потом я поняла, что я смотрю на себя и вижу вот это вот. Вот это мракобесное, мразотное лицо. И такая, о нет, тебе поможет только косметика, и то не факт. Друзья, я снова сделала это с бровями. Сначала я их обесцветила. Потом я их сбрила. Сделаю сейчас базовый макияж, чтобы не так сразу смотреть на себя было. А потом я приготовлю блинчики. Потом. А потом все равно я вернусь к макияжу, поэтому сейчас он будет быстрый. Ибо мне таки нужно все-таки вот это задействовать. Недаром же у меня это здесь уже целую неделю висит. Король паровоз. Король паровоз. Теперь хотя бы я могу на себя смотреть. Потому что до этого мне было страшно. Очень, очень страшно. Время сделать маникюр. Так как у меня разбился черный лак, нужно найти черный. Воды черный. Черный. И на конечную, извините, но я буду снимать свою ноготь так. Вот. И букву D в данном случае обозначает не дурость, а действие. Последний элемент. Снимаем липкий слой. И наш ноготь готов. Ура! Знаете, сколько сейчас времени? Знаете? А я покажу. Вот сколько сейчас времени. 11.55. Я уже не хочу есть. Я уже перехотела есть. Я не знаю, как у вас, а у меня так всегда. Если я не ем тогда, когда я хочу есть, я уже есть не хочу. Блины. Маленький блинчик. Тебя я сейчас съем. Но сначала я тебя приготовлю. Даже не думаю, что ты от меня убежишь. Потому что ты моя собственность. Кто сделал блин, тот хозяин блина. Я сделаю эти блинчики. Я буду использовать это. У меня есть миксер, но миксер лень доставать. Я люблю блинчики с кипятком. Не в плане с кипятком с горячей водой. Я люблю добавлять кипяток в блинчики. Это самые вкусные блинчики получаются. Как я люблю блины. Я буду добавлять кипяток в блинчике. 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 Что вы сейчас увидите, вас травмирует Я предупредила Это сахар, это блины, это тарелка Пища богов Богов смерти Да, я все еще не люблю сладкое Да, блины исключения Поэтому я ем Пока я ела, мне пришло это Голова Украшение для афро-причесок Актуально Жидкость для снятия наращенных волос Наклейки для наращивания волос Набор эластичных резинок В общем, как вы догадались, мне пришло все, чтобы я сделала наращивание волос в домашних условиях Я не знаю, готова ли я так сильно осрамиться на весь ютуб или нет Но за 50 тысяч лайков я осрамлюсь 50 тысяч лайков и эта баба позади меня Все сделает, ребятки-братки Самое время приступить к воплощению моего образа Маля, насколько сильно я запарена этой сранью Я даже нашла свой очень-очень старый планшет для рисования Нашла стилусы, все это оказалось даже в рабочем состоянии И вот недавно я делала вот эту вот ужасную срань И, короче, тут половина волос я их сама сидела, дорисовывала Да, вот чем я занимаюсь Это, типа, должен был быть он Но, прости-ка, неким И все про... Потрачено, в общем, все Хоть мои за... Хуманизация персонажей Как бы они мои персонажи выглядят в реальной жизни Все еще очень далеки от идеала И мне очень-очень-очень-очень-очень стыдно В момент, когда я выкладываю эти фотки в инстаграм Тем не менее, сам процесс доставляет мне огромное удовольствие Сейчас это мое топ-1 увлечение И я просто от этого мега кайфую Но знали бы вы, как каждый раз я реально пересираю, когда выкладываю это в инст Я помню, когда я выкладывала фотку с Люси Вот это вот в костюме Тельца Я реально сидела и такая Выложить сейчас? Не, выложить потом Выложить сейчас? Не, выложить потом Потом я, короче, выложила ее Взяла телефон, отодвинула его И просто не подходила к телефону практически целый день А потом, когда я зашла, я такая офигела от того, как сильно вам зашла эта фотка Я такой, о боже, это правда происходит за мной Это правда происходит за мной Вот, так что надеюсь, что сейчас я буду делать какаши, но не осрамлюсь Кстати, минутка интересных фактов Ты просто живешь Никого не трогаешь, никто не трогает тебя А в один день ты узнаешь о том, что существует фанфик BTS Филипп Киркоров, BTS Феечка Винкс А потом фанфик про кашу Которая была сношенной какашей Что? Простите, это был фанфик, где соброшались возвратно-поступательные действия В отношении каши со стороны персонажа по имени Какаши Буду использовать вот такой вот топик Маску И, конечно же, про доктор Канохи Как-то так Надо сделать макияж Наконец-то воспользуюсь моими татухами Возьму вот эту и прям сейчас нафигарю сюда Мне нужны красные линзы Красные тут И черные Входа черных линз у нас крыльцев не было Но вот эти были и пойдут эти Наверное, надо будет клеить по кускам Ох, круто Здесь дорисую потом Во, круто выглядит Вообще поехавшее говно И медицинская масочка Конечный образ выглядит так И мне нужна книга Блэ, мне в идеале нужна, короче, какая-нибудь психологическая книга из серии Как соблазнить мужика Если он анимешник и его интересует 2D Ну, возьмем вот эту Подойдет по цвету, кстати, самое то Но я прифотошоплю здесь другое название Я буду использовать вот эту лестницу Я буду типа сейчас на нее опираться То есть в моей голове я вижу это как-то так И мне кажется, что как-то так и надо делать Потому что будет, наверное, норм Блин, какой-то дядька там стучит И я не могу нормально звук вам записать Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-на Короче, полите, что у меня получилось в моем инстаграме Всем спасибо за просмотр И всем пока Не забывайте 50 тысяч лайков И я показываю, как я наращиваю волосы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!